У меня друзья в Украине проживут, я знаю другого. А где они живут? На Львов. О, Львов, вы что, офигели? Львов вообще красавец. Вы зайдите сейчас, я сейчас вас отпущу, вы зайдите, погуглите Львов. Вы напишите там в Ютубе современный, или там инфраструктура Львова, и увидите. Это просто мечта. Карпаты, видели? Нет, у них там велосипед едет по небу. Там такая дорожка такая, и едешь, ну, тебя такой жгут тянет, но в общем ты едешь по небу по велосипеду. У них вертолеты есть, можно на вертолетах летать. У них там даже не нужна никакая Европа. Короче, ребята, я очень была рада с вами пообщаться, вы молодцы. Вы знаете, вот если касательно Европы, то у нас есть Калининград и Светлогорск. Я говорю про всю Украину, вот всю. Одесса тоже, вы в Одессе давно были, нет? У них все отстроено заново. То, что вот там было при советском строе, все, абсолютно. Школы все, у них интерактивные доски. У вас в вашем университете доски пальцем, мелом пизжать или пальцем, как в айфоне? Интерактивные. Вот, у них везде интерактивные. У нас тоже. У Воронежа нету. Воронеж миллионный город. У нас в Москве, типа, везде. Москва, это же Киев. Ну, нам все же не карно. Да. А я говорю про всю Россию. Нету интерактивных досок. У вас в этом университете бассейн есть? Да. Есть. У меня кафедра, типа, вот прям специальная. А в школе был? В школе нет. И вы не знаете никаких школ, вообще образовательных, где был бассейн в Москве? Ну, а в центре, думаю, есть. Ну, одна. А в Воронеже нету. Я недавно разговаривала с мальчишками двумя, им лет по 16. Они были тоже в Москве. Они сказали, что у них кабинок даже нет в туалетах. Ну, есть какие-то с кабинками, есть без кабинок. Сидишь и срешь друг напротив друга. Понимаете, Москва, она тоже разная. А если сравнить Москву с Воронежем, или с Орлом, или с Тулой, это уже будет глупая картинка. А если мы возьмем еще деревни, там, где вообще дорог нет, и все грязное, это ужасно. Так что, я говорю, если Россия воюет с Украиной, так лучше бы она с самой собой воевала, потому что у нас же полная жопа. А там действительно красиво. Поэтому мы пришли, они такие, вау, там столько девайсов. В каждой квартире лэптопы, мэкбуки, стиральные машинки. Ну, я не знаю, в Воронеже не у всех стиральные машинки. Там, наверное, все стирают ручками, есть люди. Ну, в общем, короче, это реальная Европа. И мне действительно жалко, что люди все это отстроили. Никаких там нацистов нету. Все же, все разговаривали по-русски. Вот, мои родственники же, они наполовину русские. Ну, они осели, конечно, корнями в Украину, но они думали, что они как бы наполовину русские. И вот в итоге, видите, непонятно, кого спасаем. Ну, вы дальше думайте, потому что у вас есть время подумать. Дай бог, что вам... Я айтишник, у меня все дороги открыты. Что? Я айтишник, мне есть куда думать. Я звукорежиссер, мне тоже. А вас не выпустят? Я звукорежиссер, мне тоже.